Мы продолжаем выпуск. Село не может развиваться без животноводства, заявил президент республики Рустам Миниханов. Там, где пока нет инвесторов, упор необходимо делать на фермы, к примеру, с 20 коровами. Ну и, конечно, главное, привлекать молодых к работе, а то отучатся в городе, а в деревню возвращаться не хотят. Мотивировать кадры нужно материально, считает президент. В целом, ситуацию в отрасли оценили на семинаре по вопросам агропрома, он прошел у Мамадыша. Что ждут сельчане от сезона наступающего, узнаем у Дмитрия Второго. Прежде чем разместить в своем хозяйстве четыре десятка коз, Синур Шевалеев подробно изучил опыт коллег из Башхатстана и Ставропольского края. До пяти литров молока в сутки. Такие удои возможны и у нас. Важен правильный рацион питания и уход. Сами как бы этот мини-завод поставить, упаковать и продавать в дальнейшем, если Бог даст. Важно, что изначально продуманы главные принципы бережливого производства. Ферма механизирована и энергетически емкая. В этом убедился Рустам Миниханов. Как работает мини-ферма президенту понравилось. Разговор о повышении деловой активности сельчан продолжился в Мамадыше. Такие как Зинур Шевалеев президент наградил знаками отличия на форуме земледельцев. К своему итоговому собранию аграрии Татарстана всегда готовятся весь год. Таковы особенности этой сферы. Обсудить мировые тенденции в АПК и познакомиться с конкретными примерами. В самый большой по территории Мамадышский район съехались гости со всей республики. Семейная ферма Раиса Вахидова и второе рождение получила сравнительно недавно. Вместе с сыном и родственниками они отремонтировали заброшенное здание, закупили племенной скот и дело пошло. Здесь же Рустаму Миниханову и Ментимеру Шаймиеву показали условия содержания. А этот проект можно назвать историей успеха Рифата Матигулина. Он начинал с небольшого колбасного цеха, а недавно вернулся в родное село Нижняя Ашма и построил здесь молочный мегакомплекс. Главная тема этого совещания – бережливое производство и применение линтехнологий. Именно конкурентоспособность – основной критерий в сельхозпроизводстве. Выставка лучших в мире тракторов, агрегатов и сейлок – не просто демонстрация. Это то, что уже применяют татарстанские хозяйства. Многие ноу-хау придуманы и произведены у нас. Например, муслюмовцы, кроме традиционных сейлок, изобрели мощные осветительные приборы и светофоры, которые работают на солнечной энергии. Прошедший год для земледельцев был гораздо удачнее предыдущего. И погода благоволила, и новейшие технологии вовремя внедрили. И программы господдержки пришлись как нельзя кстати. В итоге более 5 миллионов тонн зерна, почти 2 миллиона свеклы, столько же молока – увеличение поголовья, в отличие от большинства российских регионов. Хотя резервы используем пока не все, подчеркивает глава Минсельхозпрода Марат Ахметов. И дело все в кадрах. Он призвал руководителей районов республики провести аудит сельхозпредприятий, чтобы выяснить, кто работает неэффективно, и принять соответствующие меры. По его мнению, в сельхозпредприятиях должны трудиться профессионалы, идущие в ногу со временем. Разберитесь, пожалуйста, с такими руководителями. Речь идет о так называемых руководителях-художниках, которые научились красиво рисовать цифры. Упорное животноводство в республике сделал не случайно. Специалисты подсчитали – две трети всей денежной выручки агрофирм приходится именно на эту сферу. Озвучивая главные задачи, президент подчеркивает – только инвесторы погоду не сделают. Важны все формы хозяйствования и свободный доступ на рынке. Чтобы решить эту задачу, сейчас строится агропромпарк в Казани. Такой же будет в Чистополе. В этом будем развивать рынки, будем представлять места, главы муниципальных образований. Мы сами, у нас основная масса населения в городах, максимум продукции должны, это продукции более качественные и более дешевые. Чтобы такой продукции было вдоволь, селу нужны молодые специалисты. Пока же те, кто уехал в город, обратно возвращаются редко. А некоторые районы и вовсе не отправляют молодежь за профессиональным образованием. Мы должны сделать целевые группы и за каждого студента бороться, чтобы он поступил, а потом к вам вернулся. Руководители вузов тоже, не знаю, чем думают, каким местом. Когда из четырёх только один, выпускник даже агропромного вуза возвращается на силу. Это нормально, что ли? Ну и социальный пакет должен быть. Выпускник должен понимать, что он востребован, он нужен. Это особенно актуально, поскольку для привлечения молодых сегодня открываются все возможности. Для каждого выпускника вуза по возвращению в агроферму предусмотрены подъёмные в размере 100 тысяч рублей. Плюс ежемесячная добавка к зарплате в 5 тысяч. Увеличен и лимит бюджетных субсидий на строительство в районе домов. И сейчас грех не воспользоваться колоссальными преференциями, которые сумело выделить государство. В текущем году мы продолжим активную работу по выделению и льготных кредитов населению, обеспечению достатки кормами, повышение привлекательности сельского труда через строительство семейных высокотехнологичных ферм. Не любых, а высокотехнологичных. Сегодня сельчане уже вовсю готовятся к посевную, ремонтируют технику, ждут скиды по ценам на ГСМ. А в районах ждут возвращения молодых специалистов на село. Поэтому в качестве главного домашнего задания районные лидеры получили создать выпускникам вузов все условия, для того, чтобы они с желанием возвращались работать к себе домой. Дмитрий Фторов, Айдар Кунафин. Вести. Татарстан.